Информационная служба Осетия ТВ главные темы выпуска. В Владикавказских школах прошел фестиваль конкурс, приуроченный к Международному дню родного языка. Участие в нем приняли студенты и школьники. Осетинские каратисты, завоевавшие еще в феврале золотые медали на чемпионате России, готовятся к европейскому первенству. Турнир стартует в Стамбуле уже 17 марта. Эти и другие темы далее подробно. Родной язык – гордость нации. Для его популяризации в 41-й городской школе прошел фестиваль-конкурс, приуроченный к Международному дню родного языка. Участие в нем приняли студенты и школьники. Инициаторы конкурса – североистинская молодежная организация «РУХШ». Команда не первый раз проводит подобную акцию. Месяц назад в городе в общественных местах ребята расклеили листовки с призывом разговаривать на родном языке. «Рассветить свои традиции, свой язык, чтобы дети наши, которые сейчас участвуют в школе, они не забывали, они развивались, развивали свои таланты, потому что очень многие детки, которые сегодня к нам пришли, они поют, они танцуют, они играют, они вообще большие молодцы. И надеемся, что это мероприятие, которое сегодня проходит, станет ежегодным». Конкурсанты выступили в шести номинациях. Народный эстрадный вокал, хоровое исполнение, художественное слово, осетинский народный танец и театральное выступление. Звучали стихотворения великих осетинских и русских поэтов на двух языках. Многие исполнили песни собственного сочинения. Жюри, в состав которого вошли опытные педагоги, по достоинству оценили каждое выступление. В этот день воспели свой родной язык более ста учащихся. Все участники проявили настоящий артистизм и исполнительское мастерство. Каждого наградили дипломом и призами. По словам организаторов, основная цель – это сплотить общество, сохранить и укрепить общие культурные, нравственные и духовные принципы. Закончился конкурс с совместным хоровым пением. Активисты планируют и дальше продолжить работу на благо общества. С утра кросс и зарядка, плюс по две тренировки в день. Каратисты с Северной Осетии готовятся к сборам, которые пройдут в Подмосковье. Затем их ждет чемпионат Европы в Стамбуле. Им еще придется на сборах попотеть, чтобы попасть в эту пятерку. Все бои они свои выиграли на России, стали первыми. Заявка пока есть. То есть они опрокинули, можно сказать, очень серьезных лидеров, которые сидели в этой пятерке. Они их потеснили. Теперь надо на сборах тоже показать какие-то свои еще качества, функциональные, скоростные, умение думать. Я думаю, они справятся с этой задачей. 21-22 февраля в Чехове прошел чемпионат России по карате. Осетинские спортсмены завоевали три золотые медали. В личных соревнованиях первое место взяла Ника Кадзова, Армен Партист Панян и Станислав Базров. Готовит спортсменов к европейскому первенству заслуженный тренер России Алан Савхалов. Азамат Чаджемов – мастер спорта по карате. Он помогает главному тренеру сборной России готовить спортсменов. Кроме этого, он занимается самыми маленькими спортсменами. Эти дети – будущее поколение осетинского карате. Азамат уверен, чтобы стать титулованным спортсменом, нужен упорный труд и любовь к спорту. Из своих ребят мы стараемся в первую очередь сделать мужчин слепить, потому что приходят неподготовленные молодые ребята. Стараемся дать им характер, воспитание, честь, достоинство. И только потом уже лепим из них спортсменов. Тем временем наши спортсмены настраиваются на чемпионат Европы. Он пройдет в Турции. Если осетинские каратисты заявят о себе, то есть возможность попасть на чемпионат мира. Эти состязания считаются самыми престижными. Артем Болотаев, Дзерас Абагаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. К юбилею Коста Хитагурова тиражом в 3000 экземпляров вышло в свет второе издание книги «Завещание». В этом году сборник дополнили шестью переводами, высказываниями и иллюстрациями картин Коста. Всего одно стихотворение «Завещание», которым открывается сборник «Осетинская лира», появилось на 35 языках мира. Собирать первую книгу было непросто. Ирина Бибоева, автор-составитель миниатюрного сборника, ездила по Северному Кавказу и изучила огромное количество публикаций. Основная идея проекта – показать, как одно небольшое стихотворение, всего 8 строк, объединяет, роднит, сближает народы. И как представители этих народов захотели на своем родном языке услышать бессмертные строки Коста. Впервые книгу издали в 2009 году. Уже тогда событие вызвало большой резонанс в культурной среде. Серый цвет обложки выбран не случайно, говорят авторы. В серый черкесский одевались знатные люди. А размер сборника он умещается на ладони, словно символ рукопожатия и братства. На презентации сразу разыграли пять экземпляров книги. Я рад, что смог получить книгу Коста. Мне нравятся его стихи и все его творчество. Люди такие, как Коста, не забываются и всегда живут в наших сердцах. Вне времени и расстояний стихи Коста живут не только на Кавказе, но и в Чувашии, Индии, Венгрии и других странах. Этот маленький полиграфический шедевр показывает, что творческое наследие Коста стало общемировым достоянием. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ Промежуточные итоги реализации программы развития межнациональных отношений сегодня подвели во Владикавказе. Круглый стол собрал представителей администрации районов, которые отчитались о проделанной за год работе. Чиновники обсудили актуальные вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений и наметили пути укрепления единства. Особое внимание уделили этнокультурному развитию. Регулярно проводятся мероприятия для молодежи, в том числе с участием ветеранов войны и труда. По словам министра по вопросам национальных отношений Сослана Фраева, благодаря усердной работе на местах в республике сохраняются мир и стабильность. Госпрограмма развития межнациональных отношений будет реализовываться в Северной Осетии до 2018 года. Основная цель нашей встречи – это обсуждение и реализация и хода национально-государственной политики именно в муниципальных образованиях. Мы за последний год подписали со всеми муниципальные образования соглашения в области межнациональных и межконфессиональных отношений. Естественно, вот эта встреча будет подведением итогов именно тех наших встреч, которые у нас проходили, совместных мероприятий, которые мы проводили с муниципальными образованиями. И я думаю на новые планы, которые в течение года будут реализовываться именно в реализациях на государственной и национальной политике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!